СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 1933 год. В здание газеты Daily Bugle врываются полицейские, которым поступило сообщение от главного редактора Джей Джона Джеймсона о том, что он был подстрелен. Внутри его офиса копы обнаруживают вооруженного человека в черной маске и плаще, который сидит на столе перед раненым Джеймсоном. В нем полицейские узнают человека-паука. Он пытается сказать, что все не то, чем кажется, но ему приходится сбежать, используя свою паутину. Копы стреляют ему вслед, немного ранив его в руку. Похоже, что Джона был прав насчет паука, но вряд ли сейчас он рад этому. Далее нас переносят на три недели в прошлое, где Бен Урих, репортер Daily Bugle, отправляется в городские трущобы, чтобы сделать снимки, которые тронут читателей и заставят их прослезиться. Там он видит Мэй Паркер, женщину-пролетария, которая борется за права простых рабочих. Она обвиняет правительство в том, что огромное количество людей потеряло свою работу. Мэй считает, что республиканцы и демократы существуют только ради создания собственной прибыли. Здесь же появляются люди-гоблина, громилы, быт, красавчик Дэн и Монтана. Они предлагают бунтарке собрать свои вещи и отправиться к товарищам в Россию. На защиту Мэй встает молодой человек в очках, который тут же получает удар от быка. Громилы собираются разобраться с женщиной и ее юным защитником, но внезапно место потасовки озаряет вспышка фотоаппарата. Урих предупреждает Громил, что их лица могут появиться в завтрашней газете. И бандитам приходится отступить, так как Бен, по их словам, не прикасаем. Защитником Мэй оказывается ее племянник Питер. Урих решает отвезти спасенных домой. Однако Громилы надеются вскоре разобраться с наглым репортером. Питер и Мэй приезжают в центр благополучия, где они предоставляют бездомным еду и ночлег. Питер уверен, что его дядю убили те же самые люди-гоблина, которые напали на них сегодня. Однако у него нет доказательств. Бен видит в юном парне праведный гнев, и он решает взять его с собой в некое место. Вместе они прибывают в бар «Черная кошка», где их встречает его владелица Фелиция Харди. Она выделяет им специальный столик, где Бен пытается объяснить Питеру, что этот мир не делится на черное и белое. И если все станут социалистами и будут работать ради великого добра, мир не станет лучше. Урих указывает на гостей этого заведения. Среди них Питер с удивлением видит мэра Нью-Йорка, который развлекается с местной девушкой легкого поведения. За другим столом шеф полиции братается с хозяином борделей. Тут же находится Адольф Крейн, промышленник. Дядя Бен организовал демонстрации, которые закрыли несколько его предприятий. Но главный гость этого вечера это Норман Осборн, гоблин. Если Питер думает, что Осборн лично захотел разобраться с ним, то он ошибается. Гоблин лишь наемник, который выполняет задания того, кто больше платит. Скорее всего, все присутствующие здесь представители властей причастны к убийству дяди Бена, которые исполнили люди Осборна. Никто не знает, почему Нормана называют гоблином, как и то, почему он собрал банду из людей, которые раньше выступали в цирке. Например, Кровен был дрессировщиком животных, стервятник был технарем. До того, как Осборн нашел его, он жил в клетке, откусывая головы курицам. Вскоре Питера и Бена замечает сам Норман. Он выражает притворное соболезнование по поводу смерти дяди Питера. В ответ юноша выплескивает содержимое своего стакана ему в лицо. Однако Осборн сдерживает себя и своих охранников. В результате Фелиции приходится выкинуть Питера из своего заведения. Однако он все же доволен своим поступком и выражением лица гоблина. Но Бен знает, что лишь его присутствие позволило Питеру остаться в живых. Юноша все еще хочет продолжать бороться, и Урих решает дать ему шанс. Он приводит его в Дейли Бьюгл, где Питер получает работу фотографа под воодушевляющую речь Джеймсона. Так наш герой глубже погружается в атмосферу другой стороны города, которая пропитана отчаянием и горем. Например, однажды он узнает историю о том, как один мужчина из-за долга Осборну решает повеситься. Однако этот долг автоматически наследует его жена. После этого Питер рассказывает о той ночи, когда убили его дядю. Бен был связан и избит. А после этого на него натравили бешеных собак, которые истерзали его тело. Урих знал об этом. Но чего он не знал, так это то, что мертвого Бена первым обнаружил сам Питер. Урих понимает, почему парень стал таким озлобленным и циничным. Мы видим, что журналист сам справляется со всем этим мраком с помощью тяжелых наркотиков. Единственное, в чем ошибся Питер, это в том, что его дядю убила не стая собак. Это был Эдриан Тунс, стервятник. С ним обращались как животным, и со временем он превратился в настоящего зверя. В результате именно стервятник зверски разорвал тело Бена, отведав его плоть. И Урих в курсе этого, потому что он был там в момент этой жестокой расправы. Питер помогал в работе Бену на улицах в течение двух недель. У него будто была нескончаемая энергия. Его жажда правды и справедливости наполняла Уриха. Бен рассказал Питеру, что владельцы зданий поджигают их вместе с жильцами, чтобы получить выплаты по страховке, когда недвижимость падала в цене. Если Паркера это шокировало, то Урих слишком привык к таким ужасам. И никто не расследовал эти поджоги, потому что все имели свою долю от такой махинации. Копы, страховщики, следователи. Все погрязли в коррупции. Питер рассказывает, что его дядя был летчиком во время Великой войны. Он говорил, что для борьбы не было причин, не было великой цели. Это была война за рынки. Старые колониальные империи делили мир. И они отправляли парней умирать миллионами, чтобы сохранить свою прибыль. И ответственность простых людей в том, чтобы забрать власть у тех, кому нельзя доверять. Урих ничего не мог ответить на это, так как он тоже брал свою долю. Позднее вечером, когда Питер возвращается, он находит Бена в бессознательном состоянии после употребления алкоголя и наркотиков. В этот момент ему поступает звонок от неизвестного, который называет Уриха кодовым именем Паук. Информатор сообщает, что Громил и Осборна собираются захватить поставки антиквариата, которые идут в музей. И Питер решает сам отправиться к месту назначения. Вскоре Громилы добираются до антиквариата. В одном из ящиков находится статуя, которая по слухам обладает проклятием, способным убить человека. Когда ящик случайно падает и разбивается, оттуда вылезают сотни пауков, которые набрасываются на красавчика Дэна. За всем этим ужасом наблюдает и Питер. Пауки за считанные мгновения убивают свою жертву. В этот момент один из пауков незаметно кусает Питера. Он тут же видит ужасающую галлюцинацию в виде огромного паука-монстра. Это чудовище сообщает, что его укус убивает только людей со злыми намерениями. Питеру же он дарует гораздо более мучительную пытку. Проклятие силы. Через некоторое время Паркер приходит в себя в неком коконе из паутины. Он с удивлением обнаруживает в голове какое-то странное ощущение, а его тело становится невероятно ловким и сильным. Тем временем Бен Урих приходит к Норману и заявляет, что он собирается рассказать о причастности Гоблина к поджогам зданий. Осборн отвечает, что на этот раз он согласится дать денег Бену за молчание. И когда Урих собирается уйти, внутрь комнаты врывается неизвестный в маске. Он в мгновение ока разбирается с охраной Осборна и требует от Гоблина, чтобы тот немедленно прекратил свою преступную деятельность. Однако Норман сомневается, что напавший способен на убийство. В этот момент Питер замечает Уриха. Он догоняет Бена на улице и в ярости обвиняет того, что журналист брал грязные деньги, на которые покупал алкоголь и наркотики. Урих узнает Питера под маской, но Паркер больше не хочет его видеть. Тут же появляется Гоблин вместе с Громилами и открывает огонь по Питеру. Однако наш герой с невероятной ловкостью уворачивается от выстрелов. После этого Осборн требует, чтобы Бен узнал, кто это был. Однако Урих в ярости бросает в Нормана деньги и говорит, что он больше не будет работать на него. Вернувшись домой, Бен связывается с Джоной, чтобы сообщить, что он готов раскрыть преступную деятельность Гоблина. Джеймисон отвечает, что он скоро приедет к нему. Через некоторое время Бен открывает дверь, когда кто-то в нее стучит, но там он видит направленный на него пистолет, после чего звучит выстрел. Тем временем Питер копается в старых вещах своего дяди, чтобы подготовиться к предстоящей битве. В конце выпуска мы видим Джону, который и застрелил Бена, и Питера, облаченного в черный плащ и маску, с пистолетом в руке и завышего себя Человеком-пауком. Питер не верит в магию. Его новые способности должны иметь научное обоснование. Но пока что Паркер воспользуется ими, чтобы победить Гоблина. Для этого ему будет нужна помощь Уриха, несмотря на его предательство. Однако в квартире своего бывшего наставника он обнаруживает лишь его остывший труп. Питер переодевается в гражданскую одежду и вызывает полицейских, которые в целом не особо заинтересованы раскрытием этого убийства. Хотя наш герой прекрасно понимает, кто стоит за ним. Тем временем Джона приносит Осборну все документы, которые он нашел в квартире Уриха. Однако среди них нет ничего, что могло бы навредить Норману. Это значит, что журналист передал важные документы тому, кому он всецело доверяет. Когда Питер возвращается домой, там его поджидает Человек Фелиции, который просит пройти вместе с ним. Паркера приводят в бар Черная Кошка, где его замечает бык. Фелиция говорит, что Бен рассказал ей о последней его встрече с Питером. Женщина утверждает, что Урих был не самым плохим человеком. Благодаря Питеру он решил раскрыть грязные дела Гоблина. За это он и погиб. Однако перед этим Бен передал Фелиции важные документы, которые просил отдать Паркеру в случае своей смерти. Питер должен использовать их, но ни в коем случае не нести в Дейли Бьюгл. Вернувшись домой, Питер сталкивается с тетей Мэй, которая убеждает племянника, что Урих заслуживает уважительного отношения, хотя бы потому, что Бен был добр к нему. На похоронах журналиста Джона настойчиво пытается выяснить, не передавал ли Бен Паркеру важных документов. От разговора с Джеймсоном у Питера в голове появляется странное покалывание, будто предупреждающее об опасности. Поэтому он решает ничего не говорить Джоне. Позднее Человек-паук принимает решение использовать свою силу и документы Бена, чтобы нанести удар по Гоблину. Каждую ночь он нападает на людей Осборна, срывая его сделки и мешая работе его предприятий. На месте каждого столкновения Паук оставляет свою визитную карточку, чтобы Норман точно знал, кто это сделал. В результате некоторые люди начинают сомневаться в том, что Осборн может контролировать свой город, а значит он не в состоянии обеспечить защиту важным людям. Норман понимает, что Паук нападает на его важные точки интереса благодаря документам Уриха, а это значит, что они находятся у одного из близких Бена. В этот момент Бык упоминает, что однажды он видел Паркера вместе с Фелицией. Далее мы видим, как Человек-паук читает новый выпуск Дейли Бьюгл, в котором его пытаются выставить в дурном свете. Поэтому Стенолаз решает лично поговорить с Джеймсоном. Проникнув в его кабинет, Питер обнаруживает Джону с двумя огнестрельными ранениями в грудь. Именно этот эпизод мы видели в самом начале комикса. Питеру удается сбежать от полиции, после чего он отправляется в свое убежище на чердаке дома. Он понимает, что никто не мог знать, что Паук отправится к Джоне, а значит он что-то упускает. Питер решает снова просмотреть документы Уриха, в которых описываются все наемники Гоблина. В них Паркер узнает всех, кроме одного человека. Чтобы проверить свою догадку, Паук отправляется в морг, куда привезли тело Джеймсона. Прикоснувшись к его лицу, Питер видит, что оно становится податливым, словно мягкая глина. Человек-паук понимает, что перед ним находится труп еще одного циркача, Дмитрия Смердякова, брата Кравена. Его прозвище Хамелеон, который он получил благодаря своим невероятным способностям маскировки. Здесь возникает закономерный вопрос, где же настоящий Джона? Мы видим, что Джеймсон находится в плену у Гоблина, и вскоре туда же доставляют Фелицию Харди. Теперь Норману остается найти последнего гостя. В конце выпуска мы видим Мэй, которая заходит в комнату Питера, и под потолком над ней нависает кровожадный стервятник. Стервятник набрасывается на Мэй с целью полакомиться ее мясом, так же, как он сделал это с Беном. Но в дверях появляется Человек-паук и приказывает Тумзу отпустить женщину. Питер достает пистолет и направляет его в сторону стервятника. Однако Мэй просит его не стрелять. Тем не менее, перед глазами Питера предстает растерзанное тело дяди Бена, и он нажимает на спусковой крючок три раза. Мэй приходит в ужас от того, что на ее глазах было совершено убийство. Несмотря на то, что стервятник собирался покончить с ней, она обвиняет Паука в совершенном убийстве безоружного человека. По ее мнению, никто не может стоять выше закона. Мэй не хочет жить в мире, где люди убивают друг друга, словно животные. Она просит Паука отдать ей пистолет, но Питер отказывается это сделать. У него есть незавершенные дела. Человек-паук отправляется к зданию, которое обозначено в документах Уриха как пыточный дом. Там Питер обнаруживает Гоблина и его людей, которые удерживают Фелицию и Джеймсона. Однако женщина крайне удивлена, увидев живого и здорового Джону. Так как его убийство было совершено всего пару часов назад, Осборн решает, что именно Фелиция послала Паука убить Джеймсона. Однако это не так. Фелиция стала свидетелем того, как Джона убил Уриха, когда она пришла, чтобы отдать Бену его документы. Затем Фелиция отправилась в Дейли Бьюгл, где сама застрелила Джеймсона. Точнее, как оказывается, его двойника. После этого, когда Фелиция бьет пощечину Гоблину, Осборн угрожает скормить ее тем самым паукам, которые находились в коробке с древним идолом. В этот момент Человек-паук решает вмешаться и набрасывается на людей Гоблина. Осборн берет Фелицию в заложники и открывает клетку с тигром, который набрасывается на Джеймсона. К счастью, используя свою паутину, пауку удается обезвредить смертоносного зверя и спасти Джону. Тем временем, Норман пытается скрыться через люк, находившийся в полу. На пути Питера встает избитый Кравен, и Паркер мощным ударом толкает его в витрину с пауками, которые тут же нападают на охотника. Норман и Фелиция спускаются в канализацию, где женщина пытается убедить Гоблина, что его деятельности пришел конец. В этот момент их догоняет Человек-паук, который набрасывается на Осборна. Во время потасовки Норман срывает с паука маску, а Питер, в свою очередь, случайно обнаруживает под фальшивой кожей Осборна уродливую чешую. Оказывается, Норман также был участником цирка уродов еще в детстве, когда дети бросали в него камни. Гоблин пытается заставить Питера спустить курок и убить его, но несмотря на всю боль, которую Осборн причинил ему, он отказывается делать это. Питер хочет отдать его под суд, однако Гоблин не собирается снова отправляться в клетку. Он нацеливает пистолет на Паркера, но Питер успевает использовать паутину, и оружие взрывается в руках Нормана. После этого перед Гоблином появляется куча живых пауков, которые облепили тело Кровена. Они перекидываются на Осборна и вместе с ним падают в грязную воду канализации, которая уносит вопящего Гоблина. Спустя два месяца из газет Фелиция узнает, что документы, собранные Урихом, позволили посадить целый ряд коррумпированных чиновников и представителей власти. В этот момент ее навещает Человек-паук, но Фелиция знает, что под маской находится Питер. Наш герой пытается выяснить, правда ли, что она бросила Бена ради Гоблина, но Фелиция отказывается отвечать на этот вопрос. Затем Питер отдает ей фотографию, на которой Фелиция и Бен счастливо улыбаются в объятиях друг друга. Постепенно в городе налаживается жизнь, а Мэй продолжает бороться за права угнетенных классов. Тем не менее, монстры всегда будут среди нас, но в конце концов, хорошие парни будут побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok